Готовы? Да! Да! Хорошо, ребята, у нас есть вот такие вот замечания. С такими забавами и конкурсами им никакой мороз не страшен, а многих даже бросает в жар. Вот один из турниров, который помогает маленьким иркутянам согреваться за счет азарта и собственных сил. Здесь главное, говорят судьи, крепче стоять на ногах. Перетягивание каната. Команда мальчиков против команды девочек. Раз! 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 Посмотрите, как радуются дети, как радуются взрослые. Действительно, куда мы выходим, где мы можем потанцевать, порадоваться. Как можно чаще надо проводить такие мероприятия, чтобы больше организованность была. Эти мероприятия проводить обязательно нужно, потому что это сплачивает между собой людей, это дает настроение, дети радуются, родители все вместе с детьми выходят. То есть это такое общее мероприятие. Скучать не приходится и взрослым, при этом развлечения каждый выбирает по душе. Потанцевать под заводную музыку – пожалуйста. Хоровод в двух шагах. Хотите петь – никто не против. А крепким и сильным мужчинам выпал шанс проверить свою мощь в соревнованиях с тяжелыми гирями. Шумные народные гуляния в честь Масленицы для жителей микрорайона Топкинский организовал депутат Думы Иркутска Юрий Коренев. По его словам, идея устроить праздник в своем районе принадлежит самим иркутянам. Он лишь поддержал активистов. Вообще мы не так часто этим занимаемся, но когда мы два года назад провели праздник, теперь у нас уже постоянно выходит на меня инициативная группа для того, чтобы этот праздник стал регулярным. Потому что, ну, наверное, еще один плод повеселиться и, наверное, собраться все вместе, чтобы объединяться для решения общих задач. Площадку для проведения праздника выбрали самую подходящую – просторную и солнечную – во дворе 48-го дома. Проводить зиму и отдохнуть на свежем воздухе. В выходной день пришли несколько сотен человек. Завершились массовые гуляния традиционным сожжением соломенной куклы-масленицы. Владимир Пеханов и Евгений Шарыпов. Новости сейчас.